Двояко-дышащие – немногочисленная древняя группа рыб. Их насчитывается всего шесть видов. У двояко-дышащих в течение всей жизни сохраняется хорда, не развиваются тела позвонков, что и указывает на их древность. Наряду с жабрами эти рыбы имеют легкие, развившиеся из плавательного пузыря. Именно отсюда их название, говорящее об умении дышать двумя способами. Это удивительная особенность, по-видимому, и спасла их от смерти, когда давным-давно на земле стали пересыхать пресноводные водоемы, и очень многие рыбы вымерли, а эти – нет. Они приучились неплохо существовать и в воде, и на суше. У двояко-дышащих изменилось и строение сердца. Предсердие разделено неполной перегородкой на левую и правую половины. В правую половину поступает кровь от жабр, а в левую – от легких. Представители подкласса. Австралийский рогозуб длиной более одного метра живет в реках, сильно заросших растениями. Летом, когда водоемы мелеют, распадаясь на цепочку ям бочагов с гниющей водой, он полностью переходит на дыхание атмосферным воздухом, выставив рыло над водой. Он с силой выбрасывает отработанный воздух и издает при этом стонущий хрюкающий звук, который далеко разносится по окрестности. Рогозуб питается моллюсками, ракообразными, червями, личинками насекомых. Африканский чешуйчатник и южноамериканский чешуйчатник во время пересыхания водоемов закапываются в ил и впадают в спячку.